Слово семья. Задумайтесь как звучит. Семь раз я. То есть это есть семь раз я. Муж, дети, мама, папа. Это все грани вас. Ваши грани. Вот если мы это поймем, нам будет легче понять и процессы семейные. Понимая, что дети это наше зеркало. И здесь получается очень серьезный вопрос. Называется хорошая шутка воспитания. Воспитание делай как я. Просто. Делай как я. А не потому что вот я тут, я закрутилась, завертелась, я упражнение делать не буду, а вот тебе надо, потому что ты молодой. Не смотри на меня. Или я курю, ты не смотри на меня, не делай. Все будет так же, как у вас. Отсюда возникает вопрос. Тот же. Он более сложнее. Почему сложнее? Потому что это ваш, ну, слово театр не скажу, но это ваш большой организм. Есть маленький организм, а семья это большой организм. То есть те же самые грани, которые нравятся вам, не нравятся, они у вас есть. Нету плохого и хорошего, это ваше. И вы говорите, я с этим живу. Я к этим привыкла. Мне так комфортно. Я хочу дома отдыхать. Я положу ноги на стол. Это мой дом. Мне так удобно. Ребенок смотрит, говорит, мама, а что, у меня так ноги устали. Ты не бери с меня, например. Мне так удобно. Но это некоторое поведение уже запредельно. То есть нужно просто понимать для себя, что есть те элементы, которые нам нужно согласовать с человеком. И в семье они высвечиваются более ярче. Понимаете? То есть мы удивляемся, вдруг у наших детей появляются те моменты, которые мы не видели у себя, а они у нас есть. Вот они вылезли. И откуда у тебя это? А они, кажется, сядут внутри. Они не реализованы с вашим. Это не показано, но она сидит. То есть получается, что семья – это некоторый индикатор или лакомцевая бумажка. И здесь, почему? Более сложный процесс. Потому что здесь нужно перейти в режим искренности. К самой себе. Он научиться, нужно идти в диалог, стать человеком сам собой. А потом он уже может найти диалог и с окружающим своим миром в семье. На работе более сложная ситуация. Помните, я рассказывал, что работая с грудным пациентом, нужно в момент работы с пациентом грудным себя снять социальные проблемы. То есть с грудным ребенком. И оставить его около умывания, когда ты моешь руки, ты как бы снимаешь себе все свои социальные проблемы, все свои социальные накопленные материалы, социальную статусность и так далее. Ты чистый. Идешь на диалог. Со взрослым наоборот. Ты обязан надеть все свои регалии, быть соответствующим своим академикам, профессорам и так далее. То есть соответствующим своим регалиям. И тогда ты входишь в диалог со взрослым человеком, который тебя принимает именно с учетом твоего опыта и статуса. Вот я говорю, это можно провести такую же ситуацию и с семьей, и с работой. На работе вы обязаны соответствовать своим социальным регалиям. Дома вы имеете право снять с себя социальные проблемы и постараться, но тоже в меру называясь кем как, быть доступны им возможным. Это очень сложный момент, и нельзя просто одномоментно снимать и так далее. Если нужно быть готовым к этому, потому что будет переследование ролей, потому что уже привыкли к этому положению, одно отношение к вам, детей, мужа. Это очень сложные вещи, которые одномоментно нельзя. Но это то, что мы делаем, и мы можем вместе с вами создать, смоделировать программу Мира ТОРК с учетом семейных отношений. Это больше, чем психология. Это более серьезная система коррекции эмоционально-образного состояния семьи. Продолжение следует...